Йо-йо-йо, здорово! С вами Диман Масл. Спасибо за то, что поддерживаете меня в комментариях. Это очень важно для меня. Я в качестве благодарности решил рассказать вам про все 5 видов стилусов, которые продаются к Самсунгам. Давайте посмотрим, чем они отличаются, потому что все они разные, черт подери. Значит, что у нас есть? У нас есть Fold, у нас есть Tab S8 Ultra, S21 Ultra и Note 20 Ultra. В качестве представителей любого Note и любой S22 Ultra и S23 Ultra. Значит, для Note идет вот такой вот маленький стилус, который вставляется внутрь корпуса. Благодаря этому он внутри корпуса также может заряжаться и имеет внутри встроенный аккумулятор. Если мы возьмем Note S Pen, то он максимально функционален. Почему? Потому что он может не только вам делать все вот эти вот полезные фишечки, то есть там что-нибудь выделять на экранчике вот так вот, да, потом вырезать этот кусочек картинки, закреплять у себя на экране или извлекать из него текст, который был написан вот здесь, сразу в буфер обмена и куда-нибудь вставлять. Например, извлечь текст из фото или еще откуда-то. Это очень удобно все, да, конечно, безусловно. Этот стилус видится экраном не только с прикосновения, но и с расстояния появляется, видите, такой курсорчик. Это очень удобно. И что самое главное, вы можете благодаря тому, что он заряжается, использовать его как пульт дистанционного управления. То есть нажимаете кнопочку, всплывает менюшка, нажимаете еще раз, сделал снимок, нажал два раза, переключил камеру на заднюю и жесты есть, переключил на видеозапись, на фотосъемку. То есть пульт еще и как дистанционно работает, потому что может заряжаться. Более того, от 10 и 22 и 20 ноута стилусы взаимозаменяемые. Они подходят по размерам, но только не все подходят по цветам, потому что вот эта кнопочка, она должна быть в цвет корпуса. Но в принципе они будут одинаково работать, одинаково заряжаться и все будет окей. От девятого поколения уже не подойдет на современные телефоны. 23 ультра сейчас нет на руках, поэтому не могу проверить, 23 подходит ли тоже. Далее, что касается S21 Ultra. К ней продается стилус в комплекте, он в корпус не вставляется. И кстати, если вы возьмете вот этот стилус, да, конечно, вы можете рисовать им точно так же на S21 Ultra. Он у вас также наводит курсор, у вас точно так же появляются все вот эти команды. Единственное, что по блютузу он уже к этому телефону не подключится. Заряжать вот этого телефона его никак не сможете, если будете носить в чехле, очевидно. Поэтому к ультре продается вот такой вот стилус, тоже с острым наконечником. И он работает точно так же. Также есть курсорчик, хоть стилус и не заряжается, но тоже так же он видится с расстояния. На нем тоже есть кнопочка, вы можете на нее нажать. Вот она, видите, вы можете на нее нажать. Точно так же всплывает вот эта вот менюшка, и вы здесь можете так же вырезать, сохранять, делать снимки. Это очень удобно, он тоже распознает силу нажатия, и все замечательно. Что касается этого стилуса, он точно так же работает и на ноуте, да, но только камерой вы не будете дистанционно управлять. И точно так же он, конечно же, может использоваться и с планшетами. Но к планшетам идут свои стилусы, они похожи по размеру, да, чуть поменьше может быть. А, стоп, это для... нет, вот для планшета. Он примерно такой же по длине, но чуть более толстенький. Он прикрепляется к планшетам, обычно вот сюда к задней крышке, и он не просто магнитится к ней, он еще и заряжается от нее. Понимаете, в чем дело? Видите, еще и пошла зарядка. То есть он заряжается точно так же, как стилус, который мы носим внутри линейки ноут и S22-23 ультра. И поскольку он тоже заряжается, то он тоже не только приспособен для рисунков, но еще и можно дистанционно также управлять камерой и всеми вот этими вот вещами. Причем даже блютуз вот здесь будет выключен, а он на самом деле по блютузу сконнекчен с планшетом. Так что это все делается отдельно, и вы этим управлять никак не сможете. То есть видите, вот здесь блютуз сейчас у нас выключен, стилус мы достаем. Если у нас стилус, который поддерживает зарядку, заходим в камеру, и он у нас все равно по блютузу автоматом подключен. Вот я сделал ночной кадр. Почему он начал делать ночной? Потому что фотка идет на заднюю камеру, она уперта в диван, соответственно телефон думает, что темно, и делает ночной кадр. Далее, смотрите, что у нас еще есть. Fold Edition. Почему Fold Edition? Потому что если вы возьмете Fold, да, и возьмете любой обычный стилус от ноута, от планшета, от S21 Ultra, у них наконечник, видите, обычный острый наконечник. А у стилуса для Fold'а на нем написано Fold Edition, и он на конце скругленный булькой. Видите? Вы здесь возьмете обычный острый. Экраны крепкие, на самом деле вы его не продавите ни в коем случае, но Fold сделал защиту и говорит, а-а-а, смотрите, вы используете S-Pen не для Fold'а, хер вам о ней использовании. Так что он с ним работать не будет, вы ничего сделать не сможете. Хотел бы, мог его распознавать, но не будет. Если вы возьмете мягенький стилус, то, конечно, он здесь будет работать, все тут будет окей. Но опять же, он не идет с зарядкой. То есть Fold его вам никак не зарядит, поэтому дистанционного управления телефоном не ждите. Более того, на Fold'ах стилус работает только на внутреннем экране. На внешнем стилус никакой работать не будет. Ни острый, ни тупой, никакой. Это следующий момент. Далее, что еще вам поведать? Есть S-Pen Pro, черт подери. Он работает и с теми экранами, и с другими. Давайте проверим. Сейчас он в режиме Fold'а. А, кстати, работает ли стилус Fold'а на обычных экранах? Показываю. Нет, не работает. У них, похоже, разная технология. И как бы я ни хотел, если это обычный стилус Fold'а с мягким наконечником, то он вот здесь на ультре работает, например, а вот здесь на планшете уже не работает. А вот здесь на ноуте тоже не работает. Видите? Почему так? Не совсем понятно. Видимо, потому что здесь планшет знает, что у него специальный стилус с подзарядкой, и ноут знает, что у него специальный стилус с подзарядкой. И только с такими стилусами он и работает. А здесь ультра знает, что она работает с таким обычным стилусом. И несмотря на то, что это обычный стилус работает Не работает здесь? А, странно, странно Потому что, наверное, сейчас стилус в слоте Ну-ка, смотрите, достану стилус И он поймет, что стилуса нет Значит, можно с ним работать Ну-ка, берем стилус Нет, не работает А вот с этим уже заработал, видите? С этим заработал Планшет тоже с этим не работает Открепляем тот от задней крышки И он уже работает с этим стилусом Который у нас, по сути, предназначен для S21 Ultra Но все равно, если я возьму стилус, который предназначен именно для фолда Тоже начал с ним работать Только ноут не хочет с ним работать У которого стилус все еще в корпусе Если полностью достать, тоже не хочет с ним работать Ладно, фиг с ним Но неполный функционал, потому что вы нажимаете кнопочку И команды не всплывают, видите? И здесь тоже указатель появляется Но команда от нажатия кнопки не подходит Поэтому стилус для фолда Это чистый стилус для фолда S-Pen Pro Значит, давайте посмотрим, что он умеет делать У него вот здесь есть такая штука, куда вставляется зарядка То есть он заряжается Никуда его магнитить не надо В корпус вы его не вставите Он заряжается от кабеля Type-C Не очень удобно, конечно За то, что он может У него есть переключение режимов Fold и S-Pen И кнопочка Ну давайте попробуем Значит, сейчас у нас режим фолда Ну давайте на фолде тогда мы и попробуем Что у нас будет Смотрите, все работает Все листается Все хорошо И получается, что если нажму кнопочку У нас есть такое же меню То есть кнопочку оно видит Камеру управлять Наверное, как-то нужно к нему подсоединяться по Bluetooth Да, я вспомнил Он включается Bluetooth На нем как-то И к нему надо подсоединяться по Bluetooth Я сейчас это делать не буду Но если вот прям вот так подсоединиться Тогда он будет делать то же самое Что здесь делают стилусы по умолчанию Даже без включения Bluetooth в шторке Если я его в режиме фолда использую То тоже с планшетом он работает Если я переключаю его в режим S-Pen То сейчас посмотрим Здесь тоже работает Хорошо Даже в режиме фолда И здесь он тоже А здесь не работает, видите А если переключу в режим S-Pen То вот здесь он теперь заработал То есть там есть какие-то технологии Которые меняются по такому нажатию кнопки И тот телефон, который идет прям со стилусом внутри Он не будет работать А бы с каким стилусом Который просто так Вот вы берете вот так И начинаете пользоваться Нет Ему нужен именно свой стилус Или режим S-Pen Pro от этого стилуса Или чтобы не было стилуса внутри него И тогда так и быть Он заработает у вас со стилусом От S21 S21 Ultra переносного От планшета, кстати, стилус Тоже будет с ним работать И если нажму кнопочку Тоже он ее увидит То есть те стилусы, которые заряжаются Он будет с ними работать Но не с обычными Короче, как-то вот так Надеюсь подразобрались А, ну и вопрос Стоит ли брать S-Pen Pro? Да, конечно, не стоит, я считаю Потому что носить его с собой Подключать по Bluetooth Заряжать этой зарядкой Я не совсем понимаю ради чего Если честно Он мне достался буквально случайно И я особо этой вещью не пользовался Но, как по мне Насколько я знаю Большего функционала Чем вот этот стилус Который идет в комплекте с телефоном Он точно не имеет При этом он большой И его тяжело носить с собой И если вы хотите Я его вам продам За 4000 всего лишь рублей Вот С таким вот чудесным чехлом С вами был Диман Масл Думайте, разбирайтесь Продолжение следует...